Шаву Аттов! Добрый день, дорогие друзья! Хорошей недели! Мы продолжаем наше изучение Торы. На этой неделе у нас две недельные главы о строительстве храма. Первый храм это храм пустыни, переносной. Глава называется Вайагель Тепкудей. С чего начинается глава Вайагель? Начинается с субботы. Эта заповедь очень много раз Торе повторяется. Настолько это важная заповедь, что Всевышний нам повторяет ее, предупреждает, говорит о важности субботы. Он говорит, что вы соблюдаете субботы так, чтобы святость перешла на вас. Святость субботы. И если человек не соблюдает субботу, нарушает субботу, пишет Всевышний, будет предан от смерти. Настолько серьезно. С другой стороны пишется, тот, кто соблюдает субботу, как-то вот требует закон, ему прощаются все грехи. Все. То есть человек имеет грехи, каждый из нас знает, кто мы такие, чего мы стоим в этой жизни. Если мы будем соблюдать субботу, прощаются и грехи. Но, наши мудрецы говорят, надо обратить внимание на слова, как того требует закон. Поэтому нужно изучить все многочисленные законы субботы. И непременно Всевышний сделает, так и обещает. Как нам их соблюдать? Написано в главе в Айгели, в Кудей, что мы строим храм. Строим мы храм и тут есть 39 видов работ. Наши мудрецы говорят, что Всевышний нам запрещает в субботу строить храм. А что там происходит? Вот эти 39 работ, называются 39 млоход. 39 работ, которые нам в субботу запрещены. Если мы их все изучим, то уже мы на правильном пути. Там ходит и обработка дерева, и обработка металла, и обработка камней, и тканей, и покраска, и просеивание. В общем, если кто хочет, можем найти эти законы и почитать, и научиться чему-то. На таком коротком уроке мы их не пройдем. Но мы должны знать, что это есть. Созидательная работа. То есть, допустим, если нам надо переносить тяжелые камни или бревна в субботу, нет запрета на это. Это не является этой млохой. Как ни удивительно. А вот что-то починить, какую-то табуретку, это будет нарушение субботы. Тора дает нам пример, страшный пример. То есть, когда мы были в пустыне, нашли человека, который собирал хворост в субботу. Его предупреждали, Тора пишет. И он все равно продолжал это делать. Он ходил от колена к колену, собирал дрова. Ему говорили, это нельзя делать. Он говорит, а почему? Говорили, святая суббота. Он ходил в другое колено, прошел все колено. И Маше не знает, что с ним делать. Его привели к Маше. Маше не знает, что с ним делать. Он просится, спрашивает у Всевышнего, что мне с ним делать. Всевышний говорит, самое тяжелое наказание, побиение камнями. И так с ним и случилось. Нашему церкви говорят. Что это такое? Раби Акива говорит, это был не кто иной, как Славхад. Мы знаем это имя, знаменитые дочери Славхада, которые очень серьезно соблюдали заповеди. Мы знаем, что они до 40 лет даже замуж не выходили, потому что не знали, кому достанется земля. Потому что у ихнего папы не было сына, кому передать наследие, которое Всевышний дарит. Его семье, землю. Это будем потом когда-то разбирать. Но факт тот, что наши мудрецы пишут, почему это такое произошло с ним. Вот он был праведник, и он решил показать важность субботы. Он решил, будет нарушать дерзко эту заповедь, и его за это казнят, и та сына Израиля будет бояться нарушать субботу. И так он дает свою жизнь. Такой удивительный человек. Вот даже такой комментарий есть. Невероятный. Пишется, что больше, чем еврейский народ хранил субботы, то суббота хранила еврейский народ больше. Очень важная заповедь. Каждую неделю у нас есть прекрасная заповедь отдыхать в субботу. Получать от субботы удовольствие. Люди действительно, которые соблюдают, то они всю неделю готовятся к субботе. И готовят лучшие продукты, и блюда, и все-все-все. И приглашают свою семью, и гостей, и друзей. И получается очень прекрасный день. Люди, конечно, которые начинают соблюдать только, и им пока это нелегко, выдержать субботу, потому что нельзя пользоваться электрическими приборами, и нельзя ездить на машине, и на транспорте. Многие-многие вещи, которые нужно соблюдать. И, конечно, это нелегко. Но, когда человек уже входит в это, он понимает, насколько это прекрасно. Тогда суббота становится прекрасным днем. Самым любимым днем. И люди любят шаббас. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Рок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бен Исраэль, памяти Яков бен Ахум, Владимир Григорий, Павел бен Ефим, за здоровье Шолом Йона бен Сара, Светлана бен Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина Петт бен Соня Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Ефим бен Истер, Двойра бен Мирья, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йоси бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бен Ита, Фира бен Анна, Геннадий бен Елена, Мойша бен Маня, Елена бен Инесса, Ольга бен Светлана, Йосиф дам бен Сара, Таня бен Фрида, Ида бен Рива, Малка Рут бен Соня, Юлия бен Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейк бен Берта, Ася бен Года, Марк бен Нина, Йосиф бен Рфрума, Лер бен Клара, Рафаэм бен Клара, Хана Цепора бен Сара, Ида вен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бен Фаина, Алексей бен Ольга, Гая бен Сарит, Мазл Парнаса Сгула, Ирина Батури, Ароны Ребен Ри, За хороший дух Ароны Ребен Двора, Дизбен Ахум, Алигаль бен Сара, Хана бен Абрагам, Рафаэль Энерел Лейбен Лариса, Парнаса Эбрюд Лаир бен Рая, Марин бен Рая, Анна бен Александра, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко. Всем Браха, Парнаса, Кавана, Мазл Ток, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть скоро закончится эта страшная война, И до следующих встреч, Шауа Тол, Шау Лом.